здарова народ с вами варчик в этом видео расскажу вам про шкоду т-56 поскольку взял на ней три отметки а это значит что я в принципе могу что-то про нее говорить что хочу сразу про нее сказать что для меня это самый сильный прям танк из всех которые были за все эти годы сильнее не было ничего в плане результата сколько я набивал урона сколько я взял колобановых за 300 боев 3 колобанова ни на одном танке такого количества колобановых нет всего их 22 и три из них на шкоде т-56 за 300 боев а все потому что танк очень сильный он вливает много и быстро урон у него огромная альфа высокий потенциал на то чтобы раздамаживать и добивать врагов поскольку когда довольно таки быстро еще и барабана два снаряда но какие же у танка допустим минусы не все же так радужно в целом он не особо много фармит лично у меня поскольку я любил пострелять голдой кому-то принципе пробитие 208 основным снарядом бэбэшкой достаточно но я любил пострелять голдовой бэбэшкой у которой пробитие 240 8 это конечно же не сильно много но в целом пробития достаточно это более менее такой сбалансированный параметру этого танка а вот альфа 460 мне кажется это прям очень много для барабана 2 снаряда такими кусками отрывается хп у врагов что любой соперник который вам встретился ощущает каждый выстрел можно сказать что у танка подвижность не является плюсом но и это не минус 35 километров вперед в принципе если прокачать правильно полевую модернизацию он набирает эти 35 километров более-менее нормально и в целом подвижность сносная кому ее не хватает могут установить конечно же турбонагнетатель и кататься еще быстрее если уже заговорили про полевую модернизацию то на экранах вы видите то что установил и выбрал я а это полевая модернизация на скорость улучшение точности и увеличение обзора после того как я полевой модернизации прокачал улучшение скорости и улучшение точности результаты пошли очень сильно вверх с улучшением точности конечно же страдает сведения но я посмотрел в моде который показывает сколько раз я выстрелил из этих выстрелов сколько раз я попал и сколько раз я из попавших выстрел пробил то процент пробития вырос очень сильно и это улучшение точности несмотря на то что при этом ты теряешь сведения все равно пошло на пользу именно моей игре то как играю я примерно процентов на десять я стал попадать и пробивать чаще это довольно таки существенный прирост по поводу оборудования у меня стоял следующие трофейный прицел фиолетовый стабилизатор и фиолетовая вентиляция также я катал с доппайком танк довольно таки часто горит если подставлять корму двигатель у него горит просто будь здоров об этом нужно всегда помнить ну и в таком случае давайте уже поговорим про броню у меня конечно был еще второй набор оборудования где вместо улучшенного прицела стояла закалка но в итоге я перестал пользоваться вторым вариантом даже на маленьких картах где вроде бы ближний бой я постоянно катал с улучшенным прицелом и накидывал каждый раз все больше и больше урон и средуха только росла и в последних стримах там уже в двух или трех средуха была каждый раз там по три 500 по 4000 там средуха была просто жесть по итогу я не понял зачем мне тогда закалка если я просто накидываю много урона за счет того что всегда попадаю часто пробиваю ну и давайте уже поговорим про броню броня в у танков башни очень хорошая за счет того что там есть экраны на щеках но с правой стороны от орудия экрана нет и там всего лишь 280 миллиметров хотя казалось бы всего лишь 280 у некоторых прем танков девятого уровня меньше в принципе брони в башне не говоря уже про то что это небольшая уязвимая зона они вся башня ну и конечно же на башне есть еще и лючок который несложно пробивается но не так уж часто в него попадают увы на у танка 8 радусов не сказал бы что этого достаточно но в принципе это не плюс не минус их в целом почти всегда хватает поскольку танк не особо высокий вот и получается что у танка ярких минусов нет вообще также что радует у skoda t56 нету над гусеничной полки борт похож на выгнутую каемку и снизу вверх вас в каток пробивать не должны и меня в принципе ни разу так и не пробивали но когда ты рамбуешь или танкуешь бортом от стены иногда залетает снаряд встык в лдс бортом корпус там довольно таки толстый шов у которого нет практически брони любой чел который туда попадет пробьет тем более если вы рам будете то это шоу будет к врагу находиться под прямым углом и брони там приведенной не будет вообще поэтому когда танкуете бортиком особо лицо не подставляйте поскольку там есть дыра ну и в целом лоб корпуса бронированным назвать сложно в лд иногда отбивает это только за счет наклона если вы наклоните корпус назад вот и получается в целом у танка минусов особо никаких нет не сильно много пробития но в целом его достаточно не самый бронированный лоб корпуса но в принципе его можно и не подставлять хватает брони в борту и в башне танк так быстро и так много накидывает урона что тебе нужно просто аккуратно жить весь бой занимать агрессивные нормальные позиции для тяжей на направлении для тяжелых танков и все у тебя каждый бой гарантированно куча урона такого простого удобного и приятного танка для таких огромных результатов на восьмом уровне я не помню вообще единственный кто может посоперничать в приятности и больше фармит чем skoda t56 это наверное ренегат но он больше а броня у него не сказал бы что она великолепная это скорее жирная стэшка с великолепным орудием и огромным обзором что позволяет хорошо фармить а так особо больше конкурентов то и не назвать все остальные танки имбовые на восьмом левеле довольно таки сложные в реализации еще довольно таки неплохие результаты показывает бураск но это совершенно другой танк на котором реально нужно уметь играть в очень сложный геймплей и расслабиться там не получится поэтому из не сложных танков skoda t56 еще и показывает хороший результат я думаю что многие из вас у кого skoda есть у кого-то скилл похуже у кого-то получше но у всех результат на skoda я думаю что повыше чем на других прям танках по сути это вообще девятка на восьмом уровне если сравнивать со стрвк особенно так легко и такие огромные цифры урона я не набивал ни на каком прям танки и это скорее не гайд или обзор танка это просто мои ощущения скорее поскольку мне по сути особо нечего рассказать как именно играть на этом танке едешь на стандартное направление для тт занимаешь эти самые великолепные самые популярные имбовые позиции и просто из них все убиваешь и танк именно для этого и предназначен чтобы в одиночку убивать целые толпы врагов поэтому у меня на нем и получилось затащить больше боев чем на остальных прям танках и получить колобановых несколько штук за не особо большое количество боев с вами был варчик карать красиво подписывайтесь ставьте лайки всем пока 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 пока